Новости в эфире информационного канала Севастополя. Новости в эфире информационного канала Севастополя в сторону Симферополя с 54 по 55 километр на спуске от Микензиевых гор к селу Фруктовое. Для автомобилистов предложены варианты объезда. Опасный участок дороги можно миновать через поселок Любимовка или село Поворотное. Водители просят быть предельно внимательными и заранее планировать маршруты. 9 марта участок трассы Севастополь-Симферополь возле поселка Вир просел под колесами многотонной фуры. На дорожном полотне образовались трещины. Они постоянно расширяются, отмечают специалисты. За сутки появилось несколько новых разломов покрытия. Дорогу рвет. Видно, по вновь уложенному покрытию образовались трещины, что небезопасно для движения транспорта. Поэтому вчера было принято решение перекрыть две полосы для движения. Пустили движение через населенный пункт Поворотное в сторону Севастополя, в сторону Симферополя, пока движение открыто по крайней правой полосе. Нами сейчас ведется работа по изучению этих трещин, ставятся маяки. Динамика есть, динамика прогрессирующая. Правительством Севастополя данная ситуация квалифицирована как чрезвычайная. В понедельник будет собрана специальная комиссия по предотвращению возникшей опасности. В первую очередь нужно определить причины возникновения оползня. Возможно, это поток грунтовых вод, подмывание насыпи. В дальнейшем предполагается в ближайшее время произвести изыскательские работы. Будут пробурены скважины, определены геологические слои, определён слой, по которому идёт сползание. После этого можно будет определять уже дальнейшее мероприятие. Исследования почвы под дорожным покрытием будут проведены в течение двух-трёх недель, говорят специалисты. Пока же просят водителей большегрузных автомобилей выбирать путь для объезда опасного участка, а владельцев других транспортных средств быть предельно внимательными при проезде места оползня. Сергей Краснослободцев, Дмитрий Еремеев, информационный канал «Севастополя». Полиция Севастополя разыскивает 15-летнюю Марию из Авгороднию. Девочка ушла из дома 10 марта и до сих пор не вернулась. Её приметы на вид 13-17 лет, рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные, на зубах брекеты из белого металла. Была одета в удлинённую зимнюю куртку, джинсы тёмно-синего цвета и вязаную шерстяную шапку. На ногах были чёрные полуботинки из искусственной кожи с застёжками из жёлтого металла. На правой руке в районе кисти красная шерстяная нить, в ушах серьги-гвоздики. При себе может иметь рюкзак коричневого цвета с рисунком в белые мелкие цветочки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марины из Авгороднии, с просьбой сообщить по телефону 54-4181 или по номеру 102. Заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Андреевич Кулагин провёл приём руководителей общественных ветеранских организаций. Заявили, рассказали как о личных, так и об общегородских проблемах. Больше всего людей беспокоили вопросы благоустройства города, установки новых памятников, открытия приюта для лиц без определённого места жительства. Елена Васильевна Колесова обратилась к депутату с проблемой, которая, по её словам, беспокоит не только ветеранов, а и всё население Севастополя. Женщина отмечает, за последние годы в городе возросло количество бездомных. Граждане без определённого места жительства не просто просят милостыню, а зачастую ведут себя грубо и вызывающе по отношению к окружающим. В частности, Большая Морская. Там просто через каждые 50-60 метров стоят бомжи. Я не боюсь этого слова. Они бывают избиты, бывают в царапинах, с собаками. Бывают женщины из какого-то синего-зелёного цвета. Места для того, чтобы их разместить на постоянное проживание и дать им и хлеб, и приют, и крышу над головой у нас нет. Предлагаю собрать круглый стол, наверное, или какое-нибудь там рабочее совещание, пригласить туда всех, кто у нас с этим вопросом так или иначе связан, там департамент здравоохранения, суд защиты и так далее, полицию. Общество инвалидов. Ну, общество инвалидов, да. И мы тогда это обсудим, потому что вы правильно говорите, вот очень деликатно, здесь нужно понимать, как это будет решать. Волновали ветеранов также жилищно-коммунальные проблемы. В частности, отсутствие водоснабжения в одном из домов по улице Героев Севастополя. Кроме того, коснулись вопросов военно-патриотического воспитания молодёжи и возведения новых памятников. В центре Севастополя предлагают установить монумент школьникам-партизанам. Почему в центре? Ну, во-первых, детям самое лучшее. Все везде. Вот смотрите, Володя Дубинина в центре Керчи, Краснодонцам в центре. Мы просим его установить на площади Нахимова, потому что это историческая, героическая площадь нашего города. Посмотрите, там стоит Нахимов, там стоит Казарский, там стена, мемориал, значит, с вечным огнём. Там пост номер один детский, это самое главное. Все вопросы Александр Андреевич Кулагин взял на личный контроль. Кроме того, в ближайшее время заявки передадут в правительство Севастополя. Ответы заявители получат в течение 30 календарных дней. Анастасия Синица, Виталий Коломиец, информационный канал Севастополя. Проект «Социальная карта» планируют запустить в Севастополе. Он нацелен на поддержку льготных категорий граждан, пенсионеров, инвалидов, беременных женщин, студентов, школьников. Платёжное устройство представляет собой пластиковую карту, которая содержит персональные данные владельца и идентификационный номер. С помощью соцкарты можно получать пенсии, субсидии, пособия и другие денежные выплаты. Кроме того, оплачивать покупки и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Также даётся право на льготный проезд в общественном транспорте. С 2001 года проект успешно реализуется в разных регионах России, в том числе и в столице. Внедрить социальную карту в Севастополь предлагают депутаты законодательного собрания города. Идеи по разработке обсудили на совещании с представителями правительства и сотрудниками Центрального банка России. Сейчас мы обсуждаем технологические возможности реализации такой карты. Мы попытаемся учесть опыт других регионов, посмотреть, что мешает внедрению такой карты в Севастополе. И перейти уже к режиму реализации этого проекта. Безусловно, это надо будет делать совместно с правительством. Это очень важно, потому что обладатели социальной карты имеют право на льготы и очень легко, просто, эффективно эти льготы реализуют. Прежде всего, это возможность получения адресной социальной помощи. Уведение такой карты во многом позволило бы жестко учитывать количество тех, кто оказал услуги в больнике. Соответственно, не платить деньги за неоказываемые услуги. Спасибо правительству сейчас делает все максимально для того, чтобы распростить получение льготы. Но, тем не менее, определенные сложности еще существуют. И, на мой взгляд, такая социальная карта могла бы отличить жизнь. 10 марта в России – День архивов. Праздник пока неофициальный, но с 2003 года архивариусы отмечают его ежегодно по решению Росархива. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1720 году, Петр I подписал генеральный регламент или устав, благодаря которому во всех органах власти появилась должность архивариуса. Сегодня объем архивного фонда Российской Федерации составляет более 500 миллионов единиц хранения на различных носителях. В Севастопольском архиве около 800 фондов, самый ранний из которых датируется 1794 годом. В этих документах отражена история Севастополя, судьбы его жителей. Сюда обращаются за историческими, биографическими, социальными, правовыми справками. Городской архив ведет свою историю с 1921 года. Среди 35 дореволюционных фондов, которые сегодня хранятся в учреждении, самый ранний датируется 1794 годом. Это документы Балаклавского Георгиевского мужского монастыря, где подписи оставили адмиралы Михаил Петрович Лазарев, Павел Степанович Нахимов, Владимир Алексеевич Корнилов. Всего в хранилище 800 фондов. В штате 35 сотрудников. Большинство из них – молодые специалисты, которые отмечают, главное в их профессии – преданность своему делу и любовь к истории родного города. Никто не попадает в архивное дело случайно. Каждый сюда приходит. И для нас, наверное, это призвание, а не работа. У нас двое самых старших товарищей, а все остальные – молодые девочки. И что хочу сказать, ну, здесь нет высокой материальной заинтересованности, но, видимо, они сумели как-то проникнуться. Они пришли сами сюда работать и работают великолепно, просто душа радуется. Помимо работы самого архива важно также и содействие предприятий, которые сдают документы на хранение. Их правильное оформление – залог того, что в будущем у севастопольцев не возникнет проблем с получением бумаг. Например, для подтверждения стажа работы. Кроме того, задача архивистов – сохранить подлинную историю для будущих поколений. Люди, которые сохраняют документы, подтверждающие то, что происходило в городе, люди, которые сохраняют нашу живую историю сегодня для будущих поколений. Это, конечно, эта работа крайне важна для того, чтобы последующее поколение знали, помнили, изучали и учились. Благодаря новому оборудованию порядка двух тысяч дел ежегодно переводятся в электронный вид. В будущем документы на бумажных носителях использовать не будут. Кроме того, в планах переезд архива с Героев Сталинграда в большее по площади здания на улице Генерала Острякова, 36А, где уже закончен первый этап реконструкции. Продумали перечень оборудования, современнейшего которого будет оснащен архив. И в этом году начнутся строительно-монтажные работы, приобретение оборудования. И в декабре 2017 года планируется сдача здания в эксплуатацию. И в 2018 году начнен переезд в архив. Но и по нынешнему адресу работа в архиве кипит ежедневно. Понимая значимость своего дела для истории города и страны, севастопольские архивисты уверены – важен каждый документ. И даже в свой профессиональный праздник готовы прийти на помощь любому, кто обратится в севастопольский архив. Вероника Андреева, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Цветы на клумбах в центре города могут и не расцвести. Неизвестные вырывают зашедшие побеги голландских тюльпанов прямо с луковицами. Руководство предприятия «Парки и скверы», которые занимаются высадкой растений, призывает севастопольцев и гостей города не срывать цветы. Если вы стали свидетелями акта вандализма, специалисты рекомендуют обратиться к работникам охранной организации, которые дежурят в центре города. Эксперты отмечают, даже несколько оборванных тюльпанов могут нарушить композицию и испортить задумку дизайнеров. В этом году они пообещали удивить севастопольцев необычными цветовыми решениями и узорами на клумбах в центре города. Для этого высадили порядка 120 тысяч тюльпанов. Уже через несколько недель на городских клумбах расцветут весенние цветы. Для этого еще осенью специалисты высадили почти 120 тысяч однолетних тюльпанов. Однако не все цветочные композиции будут выглядеть так, как задумали дизайнеры. Побеги, которые только начали всходить, обрывают вандалы. Восстановить их практически невозможно. Чтобы вырастить новый цветок из луковицы, нужно несколько месяцев. Но если на клумбах засадка страдает частично, то в вазонах, таком как этот, из десятков луковиц, в земле остаются одна-две. Те тюльпаны, которые только начали, активно пошли в рост, они выкапываются неизвестными людьми. Безусловно, нарушается и колористика, и дизайн клумбы. И клумба не сможет в полном объеме раскрыть все свои декоративные свойства и качества. Что-то придумаем, возможно, используем какие-то стимуляторы роста, для того, чтобы вот те огрехи, которые появились, как-то нивелировать. Вскоре тюльпаны расцветут на клумбах Приморского бульвара, аллеи городов Героев, Увечного огня и на площади Ушакова. В мае их сменят другие цветы – летние. Сегодня практически все растения, которые высаживают в городе, привезены из южных регионов России или из-за границы. Чтобы в регионе появились свои цветы и кустарники, в ближайшие годы руководство Государственного бюджетного учреждения «Парки и Скверы» планирует возродить бывший совхоз декоративных культур. Сегодня он находится в запустении. Работает здесь всего пять человек. На площади в семь с половиной гектаров находится старое административное здание, бывшее столовое и несколько теплиц, в которых в советское время выращивали розы, саженцы, деревьев и другие культуры. Сейчас износившиеся конструкции в большинстве своем подлежат демонтажу, а сама территория – реконструкции. Своими силами и специалистами предприятия, работниками предприятия будет вычищаться на данный момент территория, подготавливаться и по возможности попробуем оградить данную территорию тоже своими силами. Возрождение Центра декоративных культур займет несколько лет. Нужно построить новые теплицы, наладить систему отопления и водоснабжения, отремонтировать здания. Однако в будущем предприятие может обеспечить город однолетними и многолетними цветами, саженцами, хвойных пород деревьев и кустарниками, такими как розы, жасмин и миндаль. Анна Леготина, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Ярмарка «Весенний» откроется в городе в честь третьей годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Она будет работать с 16 по 18 марта, сообщает пресс-служба правительства города с ссылкой на заявление, исполняющей обязанности начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Мария Эты Валерьевна Черничкиной. На смотровоплощадке между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии Южных морей разместят 25 торговых точек, где можно будет купить сувениры с праздничной символикой и изделия народных художественных промыслов. Весенний подарок севастопольцам и гостям города преподнесли супруги-художники Всеволод Сухоруких и Анжела Моисеенко. В Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Петровича Гайдара открылась тематическая выставка картин. В экспозиции 25 полотен с изображением натюрмортов и городских пейзажей. Яркие тюльпаны, нежные нарциссы, пышная сирень, созерцание цветов даже на холстях создают в душе настоящее весеннее настроение. Этого эффекта и хотели добиться члены Союза художников России Всеволод Сухоруких и Анжела Моисеенко. Они уверены, мастера кисти должны чаще делиться своими наработками с детскими учреждениями города. Научить видеть прекрасное – это основная задача людей искусства. Сейчас появилась тенденция у профессиональных художников Севастополя выставляться в дорогих кафе, в гостиницах, в дорогих ресторанах. А ведь раньше, не так давно, художники выставлялись в детских библиотеках, в школах, в больницах детских и делали безвозмездные благотворительные подарки для этих учреждений. Потому что растет новое поколение, которое в основном сейчас занимается тем, что сидит в интернете, и нужно его вернуть всё-таки к миру. Мне в Анжеле больше всего нравится её трудоспособность. Она как батарейка, энергайзер. Моя любимая тема – Севастополь. Я в основном пишу только городской пейзаж, иногда натюрморт. Поздравить живописцев с открытием выставки пришли представители интеллигенции Севастополя, городского отделения Союза художников России, поклонники творческого дуэта. Они назвали картины ярким и светлым фейерверком красок и поблагодарили сотрудников библиотеки за предоставленную выставочную площадь. В нашей библиотеке это очень уместно, такие выставки, потому что наши читатели, которые приходят в библиотеку, их родители, педагоги, они очень часто заходят в этот зал, в котором мы проводим много мероприятий. И, конечно, они находятся, во-первых, в такой доброжелательной, красивой атмосфере. Во-вторых, они формируют свой эстетический вкус, они узнают о своих талантливых земляках. Художники призвали молодых коллег выходить на пленэр, а не копировать готовые картины с интернета. Экспозиция «Весенний подарок» будет открыта до 30 апреля. Евгения Переплеснина, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». И к новостям спорта. С 9 по 11 марта в Севастополе проходит открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва номер один по плаванию. Участвуют 210 спортсменов. Победители представят регион на общероссийских соревнованиях. Соревнования проходят в 32 дисциплинах. По итогам состязаний будут отобраны спортсмены для участия в первенстве России в Пензе, в Спартакеаде учащихся России в Ростове-на-Дону и в всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге. За право стать лучшими в первенстве города состязаются ребята в трех возрастных категориях. Девочки до 10 лет и мальчики до 12, девочки 11-12 лет и мальчики 13-14, а также девушки от 13 лет и старше и юноши от 15 лет и старше. Сегодняшнее соревнование для меня очень важный, потому что я должен показать свой лучший результат и прогрессировать вперед, и добраться на чемпионат России. Вообще моя цель в жизни – это попасть на Олимпийские игры, конечно же, но потом тренером стать и посвятить себя спорту. Сходящие соревнования для того, чтобы выйти на российские соревнования, чтобы попасть, и мне нужно попасть и хорошо проплыть, улучшить результаты свои. Напомним, с 1 января 2017 года во всех школах Олимпийского резерва бесплатно могут заниматься только спортсмены, которые готовятся к соревнованиям. Плавание в целях оздоровления осуществляется на коммерческой основе. Севастопольская школа Олимпийского резерва номер один подготовила социальный проект, согласно которому возможность заниматься плаванием бесплатно будет у всех севастопольских детей. Депутат законодательного собрания Татьяна Георгиевна Лобович пояснила, разработанный проект получил одобрение правительства города. Хотелось бы пожелать всем быстрой воды, как говорят в плавании, чтобы 200 участников этих мероприятий в городе Севастополь детей, которые занимаются плаванием, становилось больше. И считаю, что город у моря каждый ребенок города Севастополя должен уметь плавать. И мы в законодательное собрание, как власти города Севастополя приложим все усилия, чтобы этот вид спорта в городе развивался в дальнейшем. Итоги открытого первенства в спортивной школе Олимпийского резерва номер один подведут уже в субботу. Юлия Бауськова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова